Итак, ребята, в кой-то веке в FIFA 20 вышло действительно кое-что интересное. Это СБЧшки, которые меня реально заинтересовали. Оборотни, да. И это действительно интересно, если посмотреть на все карточки оборотней. В принципе, прям откровенных дерьмовых карточек, по сути, там нет. Давайте поступим так. Сегодня я собираю три СБЧ подобного типа. Собираю с ними сквад и попытаемся поиграть этими карточками. Я очень сильно надеюсь, что мне выпадет хоть что-то играбельное. Я в это мало верю. Тратил на это ноль монет. Кстати, ребята, я недавно собрал 86 пик из красных игроков. И там мне упало нечто легендарное. Вы только посмотрите. Не, ну в принципе не обманули. 86 плюс есть? Есть. Поэтому что? Типикал Electronic Arts. Тут, в принципе, крутая карточка Каларова вышла. Я наверняка ее соберу, так как у меня есть Генрих Мхитарян. И ему нужен линк из Ромы. Это же не повторяемое СБЧ. Боже мой, почему я такой дурак? Я думаю, я могу накрафтить хоть 100 штук. Ладно, как бы там ни было, у нас есть одно СБЧ оборотня. Давайте же его вскроем. Так, главное, чтобы был волкаут. Волкаут есть. Пожалуйста, что-нибудь классное. Это что? О! Это Давид Алаба. Не могу сказать, что это прям худший вариант, но как мне его линковать и куда мне его ставить? Вот это вот огромный вопрос. Ну, 200 плюс тысяч. В принципе, я не ушел в минус, так скажем. Так, ну ладно, давайте откроем один пак за 100 тысяч. Что-то мне прям так хочется. Вот что-то мне прям кажется, что сейчас будет что-то легендарное. Ребята, вот прям есть такое ощущение, что мне сейчас повезет. Да, тут есть волкаут. Неужели тот самый момент? Франция. ЦФД. Гризман. Нет, это Бензема. Итак, ребята, готов вам представить свой состав из оборотней. Вот так вот он выглядит. С перестройкой все будет выглядеть вот таким вот образом. Алаба я хочу затестить именно на позиции центрального полузащитника. А Давид Луис пусть стоит на своей родной, на ЦП. Так, вот таким вот образом выглядит состав моего соперника. ККК, Рибери, Далбиш, Зидан, Бапе, Канте, Ван Дайк. Короче, мощная команда. Так, Рибери наверняка у него тоже оборотень, как я понимаю. Так, Закирия куда-то отлетел нахер. Ага, понятно. Нахер вообще меща отбирать, действительно. О, штанга. О! Хорошее начало, Бапе. Угу, красавчик. Да не забьешь ты, хорош, блядь. Три часа стоит, блядь, думает, как ударить. Ладно. Блядь, опять штрафной. Не, ну часто ты точно не забьешь. Два из двух, но это просто невозможно. Да что ты? Че ты такое, блядь? Еще и шикать мне. 3-0 на 23-й минуте. Я просто, блядь, не знаю. Ладно, ребята, я вас учил никогда не сдаваться, поэтому я не сдаюсь, естественно. Так, тут... Ой, ну, блядь, ну тут пенальти могло быть. Рабоной подал. Хорошо. Давид. Давид. Ну ты кусок дерьма, что ли? Так, Каларов. У тебя там неплохие лом. Шо ты вроде как? Так, Каларов. Ну-ка, заряди пушку страшную, блядь. Венисиус. Хорош. Вот это было прям нормально. Я не какая-то гнида, я сразу повтор пропускаю, поэтому летим дальше. Пхитарян. Хорошо, хорошо, братан. Два-три. Два-три. Нормально. Работаем. Надо показать свои стритебцы. Чувак расслабился и поплатился, ребята. Поэтому никогда не расслабляйтесь и никогда не сдавайтесь. Я много раз об этом говорил. Блядь, что за провал? Что за провал? Канте, пожалуйста, догони. О, хорошо. Хорошо, что Мбапе оказался таким кривоногим. Блядь, блядь. Раскатывает меня соперник. Фух. Повезло. Повезло, что Рибери тоже так себя бьет. Блядь, блядь. Опасно, опасно, Давид. Боже мой. Как он меня прощает. Пхитарян, лунгшот. О, хорошо. Пожалуйста, брат, не обосрись. Три-три. Три-три, ребята. Это легендарный камбэк. Ребята, где-то я уже видел подобный сценарий. Можете в комментариях подсказать, где именно. Может быть, есть сообразительные. Не на последней минуте, брат. Только не на последней. Боже мой. Спасибо. Да что ты стоишь? Блядь, ну, ребята, в видео он только что стоял. Просто не двигался. Дополнительное время. Поехали. Рабоны. Рабоны. Блядь, штанга. Перекладина. Блин, ну как ты такой пас засрал, брат? Так, я придумал себе тактику. Я буду всегда бить влево. Всегда буду бить влево. Пока что эта тактика работает. Мне кажется, он ударит по центру. Галкипер все дерьмо сделал. Опять бью влево. Пока что тактика работает, ребята. Чекайте. Нет, он ударил вправо. Ах ты собака. Прочитал мою тактику. Ах, а ты будешь всегда бить вправо. Понятно. А сейчас я возьму и ударю вправо. Бум! Тактика сработала. Терштегин. 11 сейвов. Вандерсар 1 сейв. Так, второго соперника ищем. Статистика 22.8. Более чем приличная. И да, очень интересный факт. Меня по жизни преследует число 228. Именно поэтому у меня был такой номер в Амкале. Ну чё, что там за став соперника? Атал, Месси, Неймар, Хаджи. Да йонг. Каларов. Хороший отбор я сейчас увидел. Это радует. Ой, а тут провалище. Где мои оборотни? А хер его знает. 1-0. Опять я первый пропускаю. Но респект сопернику за то, что он сразу скипнул. А не стал смотреть все 20 тысяч повторов. Блять. Так, Генрих. У него левая рабочая. 5 звезд. Напоминаю. Хорошо. Как же я люблю эту карточку. Генрих прекрасен, ребята. Если у вас есть возможность собрать эту карточку, обязательно соберите. Каларов. Еще один хороший отбор. Бля, ну прошу заметить, это тоже какой-то кибератлетичный парень. Играет он прям нормально, так я вам сказал бы. И он тут сейчас имеет дубль. Хаджи, блядь. Хаджи, блядь, дубль. Ну ты серьезно? Что это за тип такой лютый? Кстати, ребята, между слов. Вот такой вот красивый гол я забил недавно в Division Rivals. Как вам? Оцените Галешник в комментариях. Вообще, в последнее время пытаюсь играть как-то красиво. Знаете, вот финтюшки всякие необычные делать. Так скажем, я перестал играть на результат, а стараюсь играть красиво. Я думаю, многие это уже заметили. Так, Мхитарян, Мхитарян. Отлично забегает. Левая. Какая она у него хорошая, ребята. 5 звезд. Как же решать Генрих Мхитарян? Блин, такой неприятный стиль игры у соперника. Я понимаю, что он типа правильный, там все такое, но очень долго он, знаете, так тягомотит, катает туда-сюда. Да, ну вот это все, это Габелла, мне кажется. Ну, круто, круто, круто. Базару нет. Тут не доебешься, контроль мяча у него прям невероятный какой-то. Все, ГГ, 4-2. Что за наркомания? Ребята, что это? У меня сейчас голова кругом пойдет. Я как будто в Интерстелларе где-то оказался. Итак, в третьем матче я решил, что у меня на воротах будет стоять Кайл Уолкер. Многие мечтали о его карточке оборотня. Собственно, сейчас эту мечту мы осуществим. Кейн, Роналдо, Костасон, Канте. Ну, в общем-то, опять топовый составчик. Каларов, хороший перехват. Как вы заметили, я чаще всего отмечаю Каларова, так как я его потенциально хочу собрать. Так, первое касание Уолкера. Это было гениально, ребята. Какой финт в тайминге я использовал Е1-0. Венисиус Джуниор. На удивление, парниша меня удивляет своими показателями. Так, но мы не забываем то, что у нас Уолкер на воротах. Уолкер на воротах. Уолкер, хорош Уолкер! Вытаскивает. Каларов. Ух, какой удар, какой лонгшотище. Так, сейчас страшно становится немного за своего голкипера. Уолкер, боже мой, ребята, дайте ему эту карточку оборотня. Что он творит? Пока что, ребята, Уолкер первый тайм отставил на ноль. Это круто. Так, хорошо. И под левую. Хитарян. Или правая, неважно. Ему очень похер с какой бить. 2-0. Ну, гениальная карточка, ребята. Всем рекомендую. Каларов. Пушка страшная. Опасно, опасно, но Уолкер, ребята, снова сейвит. Так, здесь Уолкер. Бля, ребята, ну это просто невероятные голкипера. Вообще, да вы ебывайся. Нет, Уолкер опять тащит, ребята. Что творит этот типуган? Так, страшно, страшно, страшно. Но он не попал, потому что он Уолкер испугался на самом деле. Фига, он шандаракнул. Не, ребята, у Каларова просто какие-то сумасшедшие удары. Бог устал нас любить. Чекайте, Финт. Оп. Оп. Он хотел ноу-луком ударить, или мне показалось. Ладно, соперник, ББ. Тот самый момент, когда Уолкер отыграл круче, чем Терштегин. Шесть сейвов против четырех. Это просто... Я не знаю, в какой вселенной еще такое возможно. Хотя по стати плюс-минус все равно. Так что, ребята, ставьте Уолкера на вороты, и все будет тип-топ. Ну что, какой итог можно подвести? Уолкер мне понравился, определенно. Вот этот вот типчик тоже неплохо толкался, Хатебоур. Лукас, Венисиус тоже, в принципе, нормальные такие челики. Каларова, определенно, я тоже соберу. Ну и Мхитарян, это гений. Пока что одна из самых крутых карточек, которыми я играл в FIFA 20. Ну а про остальных мне нечего сказать. Играли так-сяк. Если вам нравятся подобные обзоры, поддерживайте их лайкусиками. Оставляйте классные комментарии. А с вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошее настроение. Чао. Ну и под конец предлагаю вам насладиться крутецкими паками 83+, которые выкатили из порции за 7 паков. Мне упал максимальный рейтинг 84. Просто брало. Также я открыл награды за Weekend League. Вот такие вот красные пики мне замечательно посыпались. Просто я не вижу смысла делать отдельный ролик. Так, типа, показал вам, что у меня с дропом происходит. Все так же плохо. Продолжение следует...